Приветствую вас, и, вы знаете, я думаю, что в некоторой степени очень даже хорошо, что вы не создали семью, потому что не смотря на то, что, наверное, вы считаете, что ну, что семья вам нужна, и что без семьи вам будет очень плохо, не смотря на это, а я думаю, что семью вам ещё всё же создавать рано. И я думаю, что вы не готовы создавать семью. Почему не готовы? Опять на этот вопрос достаточно прост с одной стороны и достаточно сложен с другой стороны. Дело в том, что сам факт того, что вы хотите семью, уже говорит о том, что она вам для чего-то нужна. Она вам для чего-то необходима. Вы через неё пытаетесь что-то для себя получить через семью, через стремление к семье. Вы пытаетесь что-то для себя получить. И парадокс заключается в том, что до тех пор, пока вы будете стремиться к этому, чтобы получить что-то для себя через семью, пока вы не разгрузите значение семьи для себя. Вы её, скорее всего, так и не найдёте. Собственно, именно по этой причине вы не можете её построить, не можете её создать. Потому что вам, она, семья для чего-то нужна. И вот как раз сверх мотивация создать семью и мешает вам это сделать. Так что, отчасти, запрос у вас правильный. Второй важный аспект, который следует раскрыть в обязательном порядке, заключается в том, что в семье нет ничего такого, чтобы вы не могли получить самостоятельно. То есть, по сути дел, семья это всего лишь результат взаимодействия двух людей. Это не самоцель, это не может быть самоцелью, ни в коем случае. Это результат. Результат отношения, отношений, точнее, двух людей. Не более, не больше, не меньше. А вы хотите семью. Потому что вам, по-видимому, чего-то не хватает. И вот нужно понять, какое значение вы вкладываете в семью для себя. Нужно понять, что по-вашему семья должна вам дать. И когда это будет для вас понятно, тогда вы сможете этого добиться, вы сможете этого достичь. Вы сможете подкорректировать себя даже. Ну, вы сможете подкорректировать свое поведение. Вы сможете подкорректировать свою модель поведения. Вы сможете корректировать свою деятельность для того, чтобы получить желаемое. И после этого, став свободным, и не обременяя себя больше поисками семьи. Вы, скорее всего, будете той, с кем вы являетесь. Почему-то, почему-то, мне показалось, что семья для нас очень социальный статус. Почему-то, мне показалось, что семья для вас очень общественный институт, инструмент, явление общественного. То есть, почему-то, мне показалось, что по большей части, по большей части, у меня давался бы именно способ показать, в том числе и себе, что вы такая же, как все, что вы ничем не хуже. А без семьи, вам кажется, что вы не такая, как все, хуже. Соответственно, здесь идёт отрицание себя. И вот с этим отрицанием себя, отрицанием, занижением, обесцениванием себя, и нужно работать. И вот тогда, я полагаю, когда вы перестанете хотеть семью, когда вы поработаете над уверенностью, может быть, в себе, когда вы перестанете пытаться за счёт семьи, там, ну, например, что-то получить, по-моему, у вас всё будет хорошо. Поэтому, я считаю, что вы правильно сделали, что задали свой вопрос. Я считаю, что вы поступили верно. Вот. Я считаю, что семью вам создавать рано. Вот. И я думаю, что ваша задача, она заключается не в том, действительно, чтобы построить семью, семью, а в том, чтобы без семьи чувствовать себя, ну, скажем так, ничем не хуже. Вот. А пока у вас это не получается. Пока вы не можете это сделать. Пока вы не можете этого сделать. Пока вы не можете сделать так, чтобы вот, ну, чтобы не хотелось вам. Семьи. Пока вы зависимы. Вот. Нуждающий, нуждаетесь. Понимаете? Вот. А нуждающийся человек, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, не может. Нужно быть равноправным членом союза. И мелочи равноправным членом семьи тоже. Вот. Вот. Поэтому я думаю, что в некоторой степени, в некоторой степени вам повезло, в некоторой степени вам повезло в том, что вы не создали семью, потому что, потому что в противном случае я думаю, что вам было бы еще тяжелее. Рекомендую вам, значит, подумать на тему того, значит, чего вы хотите. Все, чего вам не хватает. Представьте себе для этого, что у вас реально есть семья. Вот. Ну, представьте себе, что она у вас есть. Как вы себя чувствуете в этот момент? Что поменяется в вашем, ну, в вашем ми-мира ощущений, скажем так. Вот. И вот от этих чувств нужно будет отталкиваться именно для того, чтобы понять, какую же функцию должна выполнять для вас семья. И так вы очень быстро увидите, что вы хотите, и это перестанет вас отправлять. Вот. Можно пойти, конечно, и от более, ну, от более простого. Ну, то есть, вы определяете, вот, вы говорите, да, что меня это отправляют. Да, то есть, то есть, вот, тот факт, что семьи у вас нет, вас отправляют. Но чем отправляют? В чем, в чем токсична ситуация? В чем, грубо говоря, вред для вас? Вот. В чем, в чем вы его чувствуете для себя? Этот вред. И, соответственно, исходя из этого, уже можно будет вам что-то рекомендовать. Вот. В целом, в целом, в целом, мне кажется, что у вас достаточно депрессивная позиция. Вот. Ну, именно, вот, вот, в плане экзистенции. Да? Потому что, как-то уж слишком вы депрессивно настроены, пессимистично настроены в отношении своего будущего, хотя вам всего лишь 28 лет. Вот. Такое впечатление, что пытаться построить отношения вы уже не хотите и не надеетесь. Вот. Ну, в принципе, отчасти это даже хорошо. Вот. Ключевая мысль для вас, ключевая мысль для вас, это то, что в отношениях вы не воспринимаете людей. В отношениях вы не воспринимаете отдельных каких-то людей, а воспринимаете вы, скорее, вот, именно только в свои желания, только в некую такую категорию достижения. То есть, вот, семья это цель. И потому я вам предлагаю исходить все же из того, что семья с целью, в принципе, быть не может. Вот. Постарайтесь, пожалуйста, на этой мысли закрепиться, потому что это очень и очень важно. На этом все, в принципе, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Не очень я хорошо понимаю и представляю себе, как можно вам помочь в этой ситуации. Да, тут вы говорите, что вопрос не в том, как найти, а в том, чтобы жить с пониманием, что уже не найдешь и чтобы это не отправляло жизнь. Для этого в любом случае с вами нужно работать. Поэтому нужно как минимум изучить вашу потребностную сферу, изучить ваши экзистенциальные взгляды и изучить те моменты, которые мешают вам построить семью. Потому что вполне возможно, что именно они приводят к тому, что вы думаете о себе как о человеке второго сорта. Ну или нищего сорта. Вот. И полагаю, что именно это вам и отправляет жизнь. То есть самооценка. Самоценка уверенной в себе и, соответственно, некие такие стереотипы. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Продолжение следует...